Александр Галич был выслан из России, как вы знаете, перед тем, как уехать, он давал концерт в гостинице. Это, в общем-то, песня про гитару, про его гитару. Он никогда не сидел в тюрьме, но все равно песня как бы про гитару. Гитара висела на стенке, хозяин сидел за стенкой, ему не до музыки было, душа у гитары изныла. Но все ж терпелива и умна хранила свой строй семиструнный. Когда же ее снимали, захлебывалась струнами. Вот так, подогнув коленки, висела она на стенке. Хозяйка очень сердилась, когда на ней пыль копилась. И коль набиралась немало, она ее снимала, ладонью и грудь протирала. Гитара живее отвечала, пред тем, как ему изменяли. Случалось, о ней вспоминали, и водкой ее обливали. А иногда и вино со стенки ее сдирали. Смахнул с нее пыль едва ли для новых, для песен заумных. Больно щипали за струны. Хоть струны ее и пели, но тайну хранить умели. Ту тайну, что в самом деле под дырку запрятал он. Все обыски пролетели, а приходили распять. Но не прибавилось в деле списка, что можно распять. Когда же он снова был все таким же веселым? Когда наконец пришел он, только морщин помнило. Только волос седина, хозяйка его обнимала. Хоть лет промчалась немало. В гитаре он вновь потянулся. И та ему отвечала. К сожалению, я не помню точной мелодии, которая там была. И там был проигрыш. Я его сейчас уже давно не играл. Очень текст романтический. Я проигрыш. Я восстановлю это все. Когда-нибудь еще соберемся. Там был у меня проигрыш. После каждого куплета она пела. Петь должна была. У меня тут ничего нет. Романтический текст. Можно написать проигрыш. Действительно там гитара где-то. Это целый роман. Это целый роман. Он спрятал мне список друзей. Вот сюда. Под дырку. Это действительно история. Это история была в самом деле. Она была не с Галичем, потому что он никогда не сидел. Но эту песню я посвятил ему.